Всем привет! Любителям 5-дюймовых смартфонов просьба отойти от экрана подальше. Компания Xiaomi осталась довольна продажами первой версии своего гигантского смартфона Mi Max, и в этом году на рынок они поставляют вторую версию, которая получила еще больше приятных моментов, о которых мы и поговорим. А в конце видео разыграем наушники. Поехали! Дабы избежать комментариев, что это лопата, это неудобно и так далее, хотя я уверен, такие люди найдутся и все равно напишут об этом в комментариях, то остальных прошу относиться к этому устройству, так сказать, с пониманием. Своего покупателя этот продукт уже нашел на рынке смартфонов, а больше подойдет для тех, кто ищет что-то среднее между планшетом и телефоном. Коробка привычно белая. На передней части логотип компании с обратной стороны перечислены характеристики. Внутри все тот же минимализм. Инструкция со скрепкой для установки сим-карт, кабель USB Type-C для зарядки и мощнейший адаптер питания, начинает 5 вольт 3 ампера и до 12 вольт 1,5 ампера. Да, смартфон поддерживает быструю зарядку, об этом поговорим позже. Внешний вид. Если честно, то я ожидал, что эта машина будет большего размера. На самом деле не все так страшно, а за счет тонкого корпуса всего лишь 7,6 мм и скругленных краев по всему периметру, держать, скажу вам, удобно и приятно. Корпус металлический, есть только небольшие пластиковые полосы под антенны. Дизайнерам Xiaomi стоит отдать должное, смартфон сделали более компактным визуально, чем он является на самом деле. По эргономике все стандартно для смартфонов Xiaomi и особых нареканий управления не вызывает. На передней панели традиционно под дисплеем расположены сенсорные подсвечивающиеся кнопки и меню многозадачности домой и назад. Над дисплеем находится датчик освещенности, разговорный динамик и объектив фронтальной камеры. Также рядышком яркий и настраиваемый индикатор событий. На левой грани лоток под сим-карты, на правой качель регулировки громкости и кнопка включения-выключения. Вверху 3,5 мм для наушников и гарнитуры, дополнительный микрофон и инфракрасный порт. Внизу все симметрично. По центру от двух решеток динамика порт Type-C, два винтика. На задней стороне сдвоенная светодиодная вспышка, не выступающий объектив камеры, сканер отпечатка пальца, внизу логотип компании. Дисплей в этом смартфоне 6,44 дюйма, IPS Full HD разрешением 1920х1080, прикрыт стеклом 2.5D, плотность пикселей 440 dpi. Приятно смотреть на экран, да мне нравятся цвета и вообще в целом смотреть фильмы, ютуб или просто серфить в интернете, с такой диагональю доставляет положительных моментов. Цветопередачу настроить можно под себя, при этом есть возможность менять обои из предустановленных, либо брать из онлайн библиотеки, что также считаю положительным моментом. Производительность. Смартфон работает на восьмидерном чипе Qualcomm Snapdragon 625. Максимальная тактовая частота 2 ГГц. За графическую производительность отвечает ускоритель Adreno 506. Процессор этот не новый, но очень энергоэффективный. В моем случае версия, которая имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. В продаже есть также версия на 128 ГБ. Синтетические тесты я произвел. Рекорды смартфон не ставит, но результаты хорошие. Тест Antutu это 60-61 тысяча баллов. Детальные характеристики перед вами на экране. Мультитач на 10 касаний и при такой диагонали меньше и быть не может. Четвертый Geekbench, результат в синглскор 868 баллов. Мультискоре это 4261 баллов. Результаты Render Script показали 3 225 баллов. Это хорошие результаты. Спид-тест показал ожидаемые. Характеристики это 55 Мбит прием и 40 отдача. Частота кадров в бенчмарке Epic Citadel на ультравысоких настройках 49,4 кадра на высоких 59,8. Отличный результат. Из сенсоров есть полный набор всего необходимого, включая магнитный. Как показывают бенчмарки, то установлены от производителя Bosch. Звук в смартфоне проигрывается в режиме стерео. За основной отвечает нижний динамик, а в качестве дополнительного выступает слуховой динамик. На них возложены разные частоты, и за счет этого звук мне более чем понравился. Получается объемным, насыщенным. При этом он еще и громкий, с ощутимым басом. Это я к тому, что в игры поиграть одно удовольствие. Честно скажу, залип я на несколько часов, забыва в том, что вообще нужно продолжать готовить обзор. Причем отдельно скажу Xiaomi спасибо за то, что динамик основной установили за правой решеткой. Рукой при играх его перекрывать не будете. По традиции установил восьмой асфальт. Максимальные настройки, полет отличный. Размытие, эффекты, все есть, лагов нет. Картинка насыщенная, звук хороший. По вашим просьбам, также установил и другие игры. В танке тоже на дисплее гораздо удобнее играть с таком разрешении. Так и в снайпер пришлось около получаса потратить. И еще одна популярная рекламируемая игра от Marvel. Она может похитить у вас не один час времени. В общем, что сказать. Для игр смартфон и для просмотра видео подойдет отлично. Не самые лучшие настройки и характеристики, но все равно играть одно удовольствие. Это еще заслуга не только процессора, но и емкостного аккумулятора. Xiaomi не отступили от своих традиций и установили батарею на 5300 мАч. И расходуется она плавно. Ни одного заряда при несколько часов игр хватило на полтора дня. Если умеренно использовать, я думаю, два дня смело, а то и три можно не заряжать смартфон. Но, как я и говорил в начале ролика, с зарядкой проблем не будет. Так как Mi Max 2 поддерживает быструю зарядку до 12 вольт и полтора ампера. На данный момент с этой прошивкой до 100% смартфон заряжается чуть более двух часов. Не рекордсмен, но результат достойный. Камеры. Основная камера смартфона представлена 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX386 с диафрагмой f2.2. При дневном освещении фотографии получаются хорошими. Даже получается сделать фото с размытием заднего фона. В общем, по дневной съемке все отлично. Еще пример фотографии вы сможете скачать и оценить сами по ссылке в описании и в первом комментарии под видео. Из хорошего, что я заметил, есть автоматический режим HDR. Есть также ручная настройка параметров съемки, баланс белого, фокусировка, выдержка и ISO. Некоторым, возможно, будет интересно поиграться с предустановленными эффектами съемки, которых тут предостаточно. Видео смартфон может записывать в 4К, Full HD. И также более экономных параметрах. Стабилизации нет, но автофокус работает неплохо. Режим макро и звук хорошие. 1, 2, 3. Тест пример записи звука. Смартфон Xiaomi Mi Max. Качество 1920 на 1080. Фронтальная камера не делает шедевры, но для повседневных обычных селфи вполне сгодится. Из коробки доступна версия уже на русском языке со всеми предустановленными программами. То есть из коробки вы уже сможете полноценно использовать этот смартфон. Android 7.1.1, MIUI со своими некоторыми фишками и некоторыми недочетами. Про сканер отпечатка пальца говорить не буду. Работает точно так, как и на предыдущих моделях. Одной рукой к нему получится дотянуться. И также из приятных моментов есть то, что можно активировать управление одной рукой в целом, выбором от 3.5 до 4.5 дюйма. Делается свайпом по сенсорным клавишам. Удобно и уже можно использовать большинство функций одной рукой. Про минусы. Не знаю кому как, но меня напрягает бряканье качели регулировки громкости. Возможно это только в моей версии, но когда кладешь смартфон на стол, слышен небольшой звон. Не новый, но энергоэффективный процессор. Плюсов все равно больше и смартфон найдет своего покупателя на рынке. Понравится тем, кто не хочет планшет, но хочет большой экран с большими возможностями. Я думаю есть еще какие-то другие недочеты, но за неделю тестирования я их лично для себя не обнаружил. Из приятных моментов еще то, что для подписчиков я в магазине попросил купон на скидку. И цена смартфона с учетом кэшбэка уменьшится до 220-230 долларов. А это более чем отличный вариант покупки. Купон, ссылку на кэшбэк сервис я оставил в описании. Рекомендую подключиться и экономить на любых покупках, в том числе из магазинов вашего города. И теперь простейший конкурс на наушники от компании Xiaomi. Для победы вам всего лишь нужно поставить лайк на это видео, быть подписчиком моего канала и пишите любой комментарий, только не про лопату. Итоги через неделю на втором канале и в группе ВК. Приятных полезных вам покупок, скоро увидимся.